добро пожаловать друзья на канал инвест хакинг с вами снова я антон и сегодня у нас с вами третья серия гостях у нас снова анна посмотрим на результаты прошлых сделок которые мы с вами смотрели на прошлых видео и основной темой сегодняшнего видео мы решили сделать риск расчет риска как торговать и не бояться какие приемы использует анна и что ее так скажем подтолкнула принять решение и учить начать учиться трейдингу мы сегодня с вами обязательно узнаем привет анна добро пожаловать привет привет ну давай рассказывай что с чего мы сегодня начнем с графиков или с беседой как обычно беседы давай наверное давай уже привыкли давай давай ну что про риск расскажи нам как не брать на себя больше риска чем можем себе позволить очень важная тема на самом деле и новички когда вот меня спрашивают из чего начать свой путь в трейдинге и я говорю что начинайте с мани менеджмента с риск менеджмента ну потому что единственное на что вообще мы можем повлиять на рынке это только наши риски вот больше ни на что поэтому ну что прям сто процента и здесь важно именно сокращать свои потенциальные убытки есть специальные стратегии по расчету риска основной смысл вот я может быть даже кому-то сейчас переверну сознание но должны понять большинство трейдеров и вообще большинство людей привыкли считать именно потенциальную прибыль когда открывают риски вот но когда вы открываете сделку не точнее риски сделку когда вы открываете сделку и трейдите начинаете сразу в первую очередь считать потенциальные убытки сколько вы можете потерять потому что как бы какая эффективная стратегия бы не было как бы хорошо не торговали рынок всегда найдет чем удивить я думаю что кто давно на рынке прекрасно знает что бывает разное и одной свечой минутной сносится все на свете вот поэтому стоп лосс и расчет рисков это очень важно то есть ты хочешь сказать что есть возможность не спускать свой депозит я думаю каждый кто торговал спустил депозит а то и не единожды ты говоришь что можно делать и можно это избежать да совершенно верно интересно ну-ка с каждым словом все интересней как же это научиться делать как не спускать депозит а есть такая стратегия который мне показали когда я начала трейдить и собственно это и послужило на на стимулом к тому что я пошла в трейдинг я поняла что да можно не терять я реально боялась что я просто все солью мне не было понимания как вот 95 процентов теряют и да почему бы я тоже не потеряю а когда я увидела вот такую стратегию расчета риска и посчитала и поняла что да в это возможно и как бы смелее пошла этим заниматься вот и сути заключается в том что мы заходим в сделку используя один процент риска для наших потерь для стоп-лосса и заходим фиксированным объемом в эту сделку это проще будет наверно показать на графиках как и заодно как это считается у нас программе да пожалуйста потому что я приблизительно понимаю чем ты говоришь но у людей может возникнуть вопрос про один процент как бы что это значит значит ли это что стоп-лосс нужно ставить один процент ниже или не совсем расскажи пожалуйста так видно да график у нас есть разные способы вообще подсчет риск есть ее можно считать формулами но мы возьмем самый простой путь это программа trading view где мы смотрим графики здесь у нас есть инструмент длинная короткая позиция допустим мы нарисуем я сейчас нарисую позицию на уже как бы так короткую позицию возьмем как будто мы становились шорт вот тут у нас на эфире сейчас просто нет нет нужного с этапа чтобы показать ну возьмем то что как бы уже было вот и мы ставим стоп-лосс у нас здесь за этот свинг как бы я делала скажем так если бы заходила мы эти сделки вчера у нас ребята заключали то есть она реально такая была поэтому вот уже по старому вот сюда мы ставим стоп-лосс стоп-лосс мы ставим они по процентам не по сумме а по графику то есть по определенным правилам там в то место где у нас идет смена сценария где наш сценарий уже не актуален и соответственно мы дальше будем только терять вот поэтому мы ставим ограничитель убытков чтобы эти убытки не шли больше одного процента ну это их допустим мы ставим тоже по правилам на проблемную зону так сейчас есть чуть-чуть увеличу чтобы было видно это все вот здесь кликаем на этот инструмент дважды у нас открывается панелька а здесь а мы вписываем депозит где размер счету какой депозит с тобой возьмем как ну любой депозит стоит можно поровнить число чтобы мы вписываем депозит это та сумма собственно на котором мы торгуем и от которым будем считать риски для каждого на своя и мы ставим фиксированный риск один процент этот риск что использую я рекомендую я беру один процент на сделку и не больше трех процентов на все сделки в моменте у себя можно меньше если там какая-то высокорисковая сделка или скальпинг ну вот пока простой вариант это один процент он всегда должен быть одинаковый а сделки сделки вот может меняться депозит и должен меняться какой-то в рост а вот риск должен быть всегда один процент больше ничего не трогаем нажимаем ok и программа так я сейчас делаю чтобы не исчезали у нас значение вот и программа пишет то есть вот здесь где красная зона где стоп видишь сумма 990 то есть при ликвидации стопа мы потеряем один процент это 10 долларов от нашими позиции а здесь внизу сумма где зелененькая заканчивается эта сумма при тейке если сработает ты и она у нас составляет сейчас тысяч пятьдесят восемь долларов и в средней строке у нас указано количество это тот объем в эфирах до в эфириумах как мы сейчас торгуем фильм на который мы входим сделку сделку мы входим монете то есть это 0 384 эфира мы вписываем в биржу ставим туда стоп цену стопа цену тейка и проверяем эти цифры все должны соответствовать с калькулятором бирже то есть бирже бирже сейчас пишут то есть сколько будет при стопе минус это все проверяется и мы смотрим соотношение риск прибыль у нас он 58 вот то есть к одному проценту риска идет 5 и 8 процента профита если мы если у нас цена пойдет не по сценарию мы потеряем один процент если дойдет до тейка то у нас будет плюс 5 и 8 процентов 0384 эфира если я посчитал это же не 1000 долларов это будет меньше конечно бирже возьмет просто своего депозита то количество маржи которые ей нужно будет именно при этом плечо нас не интересует она никак не влияет она влияет только вот именно на это количество маржи ну грубо говоря если маленький депозит 100 баксов то плечо лучше поставить побольше тогда бирже возьмется всем там копейки и так далее но больше на на результат на прибыль плечо у нас не влияет вот для тех кто боится у нас таких с сотых плеч и так далее вот влияет только . входа стоп и наш риск вот и при этом рекомендую ставить все таки то кросс маржу потому что при изолированной марже не очень удобно устанавливать стоп бывает что ликвидация стоит ниже стопа поэтому вот при расчете таких рекомендую ставить не бояться ставить кросс маржу во первых у вас должен быть обязательно стоп ну и во вторых ликвидация прикос марже будет очень далеко ну вот при таком расчете до сделки на марже будут там совсем маленькая сумма вот друзья напишите пожалуйста в комментариях если вы понимаете о чем говорит сейчас или если вам непонятны какие-то термины потому что если вам непонятны термины типа маржа плечо а там кросс и прочее мы вот сами думаем может быть нам стоит записать какую-то серию видео или может быть даже курс которым подробно расскажем термины потому что ну наверное кому-то это непонятно слушать хотя я думаю что сейчас на медвежьем рынке у нас сами только самые старые трейдеры но я могу ошибаться может быть кого-то просто не доходили до трейдинга а сейчас решили попробовать поэтому напишите в комментариях понимаете ли вы терминологии или хотели бы ее послушать и узнать или еще раз обновить так скажем понятие да не новички кстати уже начинают появляться немного еще ну да уже потихоньку потому что все у нас рынок немножко растет и уже я думаю люди готовятся почему рынку это по мне еще рановато мы сейчас поговорим по поводу биткойна вот еще хочу добавить что соотношение риск прибыль желательно брать не меньше трех вот три и более 345 это такие средние значения не стоит гоняться за большим соотношением потому что а часто трейдеры когда стремятся к большому соотношению риска и прибыли как раз вот тот момент когда считают не потенциальные убытки а именно потенциальную прибыль и ставит короткий стоп опускают вот и его часто вышибает ну то есть это ни к чему не приводит хорошим порядка да есть хорошие сетапы тогда да мы радуемся что у нас хорошее соотношение риска прибыль но достаточно 34 то есть при соотношении риска прибыль 3 чтобы закрыть три убыточных сделки которые вышибла по стопу достаточно будет одну хорошую сделку а если она будет еще и там 45 5 соотношения то еще и в плюсе останетесь вот и все поэтому на дистанции при таком расчете во первых сложно слить депозит то есть это все сделки чтобы были в минус во первых во вторых как бы если овладеть навыками трейдинг и научиться то вполне можно торговать плюс особого риска больше трех подряд сделок минус наверно надо подучить часть да что ты делаешь неправильно закрыть биржу и пойти гулять ну да на самом деле кстати еще один такой еще одна стратегия но не знаю больше на наличь на моя наработанная но я еще так использую если я вижу что у меня за день ну концу дня минус и причем этот минус где-то уже около одного процента от моего депозита ну по стопам то я закрываю биржу и занимаюсь каким-то другими делами потому что но если у меня вот такой уже минус возможно рынок сейчас вот такой что тоже опять же по практике скажу многих возникает желание отыграться они открывают еще еще сделки в этот же день подряд тем самым копит минуса копит копит их потом сложнее перекрыть надо уже больше профитных сделал и мой совет просто ну если вы видите что вот у вас подряд стопы закройте завтра будет рынок он будет немножко другой и возможно завтра будут хорошие этапы где вы получите профит а пока отдохните отвлекитесь и так далее займитесь каким другими делами все хорошо отлично тоже очень хороший практичный совет но конечно все это интересно вот теории мне например все это очень понятно но осталось только еще дисциплину развивать себе исследовать все эти теории применять на практике на то что вот как говорится можно наверное научиться и графики анализировать и в принципе все это теорию узнать но нужно еще на дисциплине поработать но здесь уже это дело лично каждого поэтому но очень интересно было послушать честно честно и это есть я понял да то есть это важно общий депозит и не писал и пишешь риск от общего депозита рассчитывает сколько тебе нужно именно сделку зайти исходя нарисовала компенсируя собственно плечом маржу до которым понятно интересно хорошо ну а давай может быть это начнем с общего состояния на рынке там новости вроде как у нас табычи это медвежий рынок я так понимаю тоже то вверх то вниз вот расскажи нам немножечко потом посмотрим сделки из прошлого видео и может быть что-то новое еще там покажешь да я сегодня хотела показать график биткоина спотовый рассказать более глобально что я думаю поэтому у нас просто сегодня утром с учениками было обсуждение именно глобального но вчера мы хорошо поторговали сейчас пока рынок в такой паузе что но какие-то там сделки есть но не так значительные мы сегодня обсуждали глобально и да у нас даже возникли какие-то там споры в моменте такие небольшие и я бы хотела вот ну рассказать чисто свое видение этой ситуации потому что все равно люди спрашивают интересуется вот на дневной график биткоина да если видно хорошо что я думаю у нас здесь сейчас рэнш вот он выделен синими полосками такой дневной небольшой но раньше как сейчас вот у нас вот тут есть еще боковик поменьше но мы пока его не будем смотреть локальный вот и мы и некоторые мои ученики мы думаем что сейчас события будут происходить так опять же мы как бы не предсказываем и не гадаем но мы предполагаем что раз это рэнш уже до который сейчас начался что цена будет ходить сейчас какое-то время возможно в рэнже формируя ликвидность вот и уже после того как будет сформирована ликвидность в рэнже мы можем судить куда цена из него выйдет пока боковик у нас это простор вообще для фантазии он только начался он еще молодой боковик вот мы пока не знаем точно мы предполагаем вообще по общей картине рынка что скорее всего финальным снятием ликвидности вот с этой границы и может быть зацепим вот этот имбаланс я его выделю чтобы было видно у нас тут рядышком у нас не перекрытый и может быть даже не полностью но вот так вот мы должны его перекрыть это у нас такая вот форма называется девиации когда выходит из рэнжа цена и туда же потом возвращается и пока вот по картине мы предполагаем что будет что-то возможно такое и если будет такая формация и мы снимем ликвидность верхней границы и зацепим имбаланс то выход цены из рэнжа потом будет вниз потому что вот здесь с помощью вот этой всей ликвидности крупный капитал набирают таким образом шорт позиции достаточно крупные шорт позиции он набирает если бы у нас если у нас будет наоборот снятие ликвидности снизу то это будет уже выход наверх снизу да другим цветом ну если можно ну может ситуация быть сейчас такая когда это у нас будет а если у нас первый вариант то мы это называем распределением если 2 то накоплением давай каким зелененьким вот то есть накопление и значит здесь набирается он к позиции крупным капиталом или распределение и набирается шорт позиции все вот это весь боковик это формирование ликвидности здесь стопы здесь стопы ставится отложенные ордера и таким образом набирается ликвидность вот мы придерживаемся этого красного сценария почему потому что вот здесь у нас тоже им балансы не закрыты и тоже много ликвидности вот здесь у нас и и равные минимум то есть такие существенные полы они достаточно недалеко от сегодняшнего момента 50 процентов недалеко относительно скажем например вот верха да вот здесь вот это ликвидности это далеко то есть здесь вот ближайшая ликвидность это вот этот вот плюс 50 процентов а там минус 50 минус да ну вот такая ситуация то есть либо туда либо туда я сейчас кто-то насыпет комментариев эти гарантирую поэтому нужно вот интересно во всем вот этом это точки которые ближайшие да то есть на что что тебе подскажет какой сценарий начинает сбываться когда там нужно в конце улетела ну понятно да хотелось бы вот видеть звоночки по которым скорее всего все таки не красное зеленый или все таки да право красное но это только по движению уже в ренджи не да да вот как как будет здесь двигаться цена мы наблюдаем и видим почему я почему мы думаем что все таки это красное тебе скажу потому что перед походом глобальным таким наверх перед вот настоящим бычьим рынком который не один год даже может длиться не один месяц было бы неплохо и логично вот эту ликвидность которой она недалеко ее собрать все таки ну это это просто вот и даже если мы посмотрим сейчас переключимся на недельный график и мы посмотрим вот на этот лой на красной линии он меня почему красный потому что я смотрю на этот лой на 15 500 грубо говоря и очень часто даже если мы на маленьких таймфреймах смотрим когда есть вот такой вот один лой v-образный перед походом вверх умные деньги снимают этот лой то снимает отсюда ликвиду здесь конечно это глобально это очень большой но тем не менее рынок фрактален и на всех таймфреймах практически одно и то же разница только во времени и скорости и вот очень часто то есть вот такие вот сейчас еще даже нарисуем вот таким движением просто снимают этот лой и идут дальше на обычно быстро это делают чтобы никто не успел опомниться да то что здесь стопы возможно или лимитки и так далее и вот но обычно это делается быстро и уже импульсно идет наверх поэтому я думаю что все таки то так как у нас сейчас лето и летом обычно затишье на рынке вот а скоро халвинг ну и по времени уже хочется добычи рынок и думаю не только нам неплохо бы просто вот это все снять вот этим балансы закрыть потому что тоже ну цена стремится балансировки всегда снять а вот этот лой здесь вот уже идет старые старые балансы старая ликвидность я как бы не факт что ее снимут я уже на это особо ну скажем так не рассчитываю но тоже могут в теории могут моя вот цена где я уже буду смотреть но если пойдет вниз отскок наверх это вот после 15 15 плюс минус там может быть вот где-то им баланс у нас 14 дальше уже вот 12 с половиной и 9 10 это уже для меня под вопросом то есть там уже будет видно и здесь видишь вот этот им баланс тоже не закрытый у нас старый уже перед походом наверх его бы не мешало перекрыть а вот будут ли снимать вот это тут уже ну не факт ну и наши любимые 3000 это стали мемом да локальный мем это все замечательно ну то есть в принципе вот для зеленого сценария ты думаешь что должны пробить текущий хай да и это будет значить что скорее всего придет накопление не обязательно что здесь хайл может сейчас прямо не спать и надо смотреть где будут в первую очередь снимать ликвидность внизу или сверху если будет ликвидность снимать сверху внизу формировать то из ренджа будет выход вниз наоборот если будут снимать ликвидность снизу и формировать сверху то цена выйдет вверх куда она потом дойдет и пойдет это уже как бы мне сейчас не предположим возможно еще один боковик у нас будет то есть но мы не знаем пока мы вот опять же это дневной график то есть но это очень как бы глобально и по времени достаточно долго будем смотреть а уже там на маленьких таймфреймах там уже тоже другие истории ну хорошо наблюдаем пока пока смотрим рейндж и на маленьких таймфреймах с правильно рассчитанным риском да понятно так смотрим дальше давай пожалуйста на мою 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 гордость хочу показать это компаунд мы с тобой рассматривали в прошлом видео да это у нас и пойдет на обложку сколько у нас тут процентов получилось или какой у нас отношение риск прибыль было 10 ну если округли там здесь вот эта сделка а если ее закрывать 1 одним тейком они частями дала бы 10 процентов от вашего депозита ну 10 процентов от депозита или такие почти 3x получается здесь ну конечно мы иногда закрываем частями до подстраховаться и причем эта сделка с момента обнаружения сетапа я думал что она очень долго будет потому что этот раньше дневной по времени вот но я была удивлена что буквально по моему недели две всего прошло как я его нашла цена стояла на месте сначала пока биток падал а когда биток пошел в рост он быстренько быстренько видишь какими свечами скрин не могу увеличить но вот такие большие свечи он очень быстро вырос и вот он остановился у нас на границе ренджа и сейчас мы его уже шортим сейчас я покажу шорт его нравится какая она такая скромненько говорит что вот 10 процентов к вашему депозиту то время как другие ваши любимые платные инфлюенсеры бы кричали что надо было залетать здесь на всю котлету с причем 100 икс и тогда бы вы получили бы 300 икс вашего депозита и уже вы купили вы себе вам или потеряли ну и но проект никто обычный говорит ну да вот это же причем это же одна из сделок то есть понятно что кто-то из нее раньше вышел кто-то там не зашел но такие сделки бывают я не скажу что редко вот это главное просто терпение и по и заниматься и на дистанции будет да где-то может быть будет стоп где-то может будет затишье а потом баха 10 процентов или таких сделок месяц это 20 процентов месяц это неплохой результат ну серьезно стопы уйдет но все равно на компаунт мы уже шортим вот после вот того как биток снял нас х и пошел вниз на коррекцию пока вот не не до нижней границы потому что он давно в ренже компаунт и я предполагаю что он может уже здесь сейчас закрытим баланс и уже развернуться куда-то выходить ну либо вниз выходить либо вверх опять же мы тут будем смотреть вот пока вот так то есть мы здесь вот 4 9 5 процентов у нас будет если дойдет до тейком если дойдет до границы то будет 7 7 и 7 да ну тоже риск и вот получается там как минимум 5 это прекрасно я считаю да вот причем я тут даже решила не закрывать частями его ну эту линию поставила вот для ребят что возможно здесь будет разворот я буду смотреть по ситуации даже мне просто интересно уже тяну я сделку до одним тейком до границы ну это такая своеобразная тренировка потому что тоже большая проблема не закрыть раньше там когда страшно и так далее но так как вот я например уже не гонюсь там за каким-то большим профитом ну чисто психологически или вообще что ну ладно выбьет по стопу выбьет по стопу ничего страшного один процент потеряю мне просто вообще интересно смогу ли я усидеть вот до конца из вот эти восемь процентов на депозита получить это будет даже для меня очень сильно потому что ну это это сложно немножко ты себе противоречишь ты сказала что он давно в рейнджи поэтому скорее всего не долетит до низа может быть он может выйти вниз просто еще тут вопрос как бы куда он выйдет вверх или вниз если он выйдет вниз то этот тейк можно даже еще ниже продлить вот а если развернется вот здесь и выйдет вверх ну тогда получим чуть поменьше но уже будем по факту смотреть вот так будет заранее тейк не ставлю я буду сводить по ситуации понятно без убыток будешь переводить да да наверное нужно даже можно вот до после записи уже можно будет либо опустить чуть-чуть вот сюда пониже наверное вот так буду опустить и тогда уже мой риск будет еще меньше а потом попозже переведу без убыток тут еще просто есть вот он может еще вернуться к точке входа на коррекцию поэтому пока арно вата выбьет тогда и выбьет и пойдет дальше будет обидно а опустить вот опять уже можно за то что тут уже если он сделает перехай этого свинга уже будет не та картинка которую хочется вот поэтому так вот сделаем а дальше будем смотреть понятно тоже прекрасно интересно вот ну мы еще смотрели соланы я помню вот и у нас она долго тоже в сделке потому что поднимается она у нас медленно но тем не менее вот мы ее держим держим причем держу не только я держит еще мои ученики и а у одного из моего учеников еще ниже точка входа то есть получше вот у него там уже что больше 1000 процентов накапало вот часть он закрыла часть держит я тоже держу часть потому что возможно что солана долетит если вот рынок будет расти вот сюда то есть достаточно высоко пока вот она тут в боковике фтикс собирается перезапускаться вроде как нет не слышал а слышал что они подавали заявку но нет не знаю одобрили ли мы или нет будем на фтикс переходить если запустится думаешь мне кажется уже испугается туда переходить после той истории достаточно но не просто к солану может помочь солана и так в принципе хорошо держится для бычьего рынка эти скажу я думаю что о для медвежьего рынка может туда быть чем есть все шансы у нее на рост но посмотрим по крайней мере вот по графику она даже не падала по моему да у нас куда она сама низко падала но это вот как раз когда была история сфтикс до восьми она падала и все и здесь вот такой стабильный боковик поторговывается потихоньку если начнется рост общий рынка я думаю что она пойдет вверх в отличие от эйпа который уже дно пробил все например вот но там тоже не знаю пока это было больно ну ладно а я хотел спросить вот расчеты которые на трейдинге он не учитывает естественно комиссии да то есть комиссия тоже с большим плечом довольно большая комиссия если я не ошибаюсь не ломает тематику но это можно прибавлять просто депозиту немножко либо учитывать с учетом этого я тесно говорю я комиссию не считаю у меня небольшая на бинансе комиссия ну меньше доллара точно и я как-то особо вот сложности не лезут не чтобы не запутаться в любом случае не получается четко как тут пишет когда закрываешь частями да но опять же там это свои есть способы расчета тейка там частями какое соотношение такие уже нюансы или когда ты заходишь частями лимитками там тоже разные уже идут вот это мы уже в школе учим с ребятами как это все считать вот потому что это это я тебе показываю идеальную ситуацию вот а так конечно это нужно учитывать и комиссию где-то прибавлять примерно все равно ты знаешь сколько у тебя там к твоему депозиту будет комиссия с учетом плеча по практике примерно прибавляешь ну там на пару центов ошибешься я думаю что это не так критично особенно при большом депозите вот у нас у меня есть ученик который считает все вот вплоть до комиссии до копейки вполне все это считается ну да не нужно что если на маленьком депозите совсем-то и там один доллар должен быть что-то нет на мой депозит например я уже особо нет не обращаю внимание ну покажи что нибудь еще что есть что-нибудь новенькое сейчас никаких с этапов нет на вход новико ну вот прям сегодня чтобы нет мы только вчера хорошо поторговали на падение я сейчас смотрю мальчик вот мальчик я смотрю вот там в это место где глазики это зона интереса у меня потому что мальчик у нас нисходящим тренде идет тоже у него такие боковики и и остался буквально вот еще ой который он не снял вот и он идет туда и сейчас как раз у нас коррекция сейчас я уберу вот эту серенькую наша сетка фибоначчи который мы коррекцию смотрим вот вот он идет медленно на коррекцию и вот возможно уже он сейчас пойдет вниз до моей зоны интереса не дошла цена поэтому я не захожу вполне может еще и сюда выше сходить на коррекцию отсюда уже я буду смотреть сетап шорт на снятие вот на 032 на снятие вот этой ликвидности если он не развернется разворот будет когда он пойдет уже выше этих хайов когда будет разворот тогда уже мы будем смотреть он пока эту коррекцию я не торгую потому что ну тут соотношение риска и прибыли не очень они ждут цену сюда а мы еще торгуем сейчас сигнал был для клуба я сама не заходила но ребята заходили это него но он уже торгуется очень медленно ползет что-то мы открывали сделку на на 4 назад вот но пока вот ползет и пока вниз все хорошо у него я пока оставила не знаю как ребята там кто открывал тут уже каждый сам принимает решение так что еще у нас ну xrp у нас стоит тоже в шорт я здесь сделки но пока тоже очень медленно ждем в общем тут здесь у вас резкий ворк получается я смотрю стоп выглядит высоко 43 ну да потому что пока он высоко пока ниже опускать его опасно здесь еще может цена может пойти сюда и здесь небольшой баланс если мы сейчас увеличим вот здесь есть небольшой баланс незакрытый и сюда цена может пойти поэтому стоп я не передвигаю здесь такой надежный стоп чтобы было меньше вероятности что его снесет вот когда цена развернется и пойдет вверх я как бы увижу и уже тогда буду смотреть пока у нас 43 но видишь тут может еще ниже он пойти по пока это так скажем консервативно но здесь есть ликвидность вот и ниже на 0.17 на 0.10 я не исключаю поход сюда если опять же общее движение рынка будет низ поэтому возможно мы тут еще побольше получится сделать вот так например 69 а вот там вот в красной зоне получается выше твоего текущего входа ты там никогда не открываешь второй шорт например чтобы средний . а иногда бывает но как на не сейчас просто в этом случае я захожу тогда частями риск я тогда делю тоже на части на лимит общий был один процент это обычно все заранее перед сделкой плане планируется обозначаются места зоны интереса где эти лимитки расставляются не просто как то частями а там куда может цена прийти вот то что эту лимитку может не захватить тогда да но в данном случае у меня полностью здесь набрана позиция я не буду уже частями то что если я буду добирать где-то здесь выше то у меня риск увеличится соответственно да но один процент железное правило да вот никакого второго здесь уже не будет у меня да у меня да и пока ученики у меня учатся тоже да потом когда не так будет самостоятельно пожалуйста ваш депозит ваш риск ну теоретически например сейчас можно было закрыть допустим половину ну получается профит и эту половину например закинуть выше туда но ну как бы это уже ты этим не занимаешься она того не стоит в том плане что мне можно это каждый сам подбирать для себя стратегию но вот по практике надежнее просто сидеть всю сделку да вот как ты зашел особенно когда учишься потом конечно ребята по-разному сделать делают но когда вот это вот прыгаешь туда-сюда очень часто и ошибаешься и системы нет вот я я такой не люблю например а каждый сам для себя решать система это правильно это точно многим не хватает стратегия должна быть она стабильная должна быть в этом секрет это вот именно стратегия расчет такого риска что на дистанции если ты риск не увеличиваешь да и вот одно и то же одно статистически вот чисто математически если да спросишь там у любого математика у тебя будет ну сливать точно не сольется и даже может быть будет небольшой то есть в ноль точно можно сохранить даже не особо разбираясь в рынке в графиках а чисто наугад ставить сделки вот да плюс минус плюс ну кидая кубик грубо говоря на удачу при такой системе потому что все профит потенциально всегда больше риска ну на какое-то значение если ты берешь да не один не два а хотя бы три больше соотношения то профит у тебя всегда больше а соответственно по статистике у тебя все равно будут перекрываться минуса ну так или иначе все равно будет выпадать не может выпадать все время только стоп мне кажется это отличная такая заключительная мысль которая у нас сегодня получился выпуск по поводу риска и да то есть получается что если уметь рассчитывать риск практиковать это и придерживаться именно системы то принципе трейдинг получается вполне возможно доступен каждому ну и и лишний раз она нам сегодня подтвердила что сливают в основном люди из-за эмоций из-за того что не следует системе из-за того что жадничать или наоборот бояться то есть как бы если придерживаться системы то это должно работать и работает скажем так я еще пока не видела человека который слила и который ставил постоянно стопы слил но я видела много людей которые слили не ставили стопы не соблюдались да таких я знаю спасибо за твое время как обычно очень интересно я думаю что ребят попросим написать комментарий поставить лайк и если хотите пообщаться с анной заходите в чат будут ссылки на ее школу на ее канал на ее все возможные контакты поэтому пишите пишите нам чат инвест хакеров старички помогают новичкам и очень дружная атмосфера сохраняется уже который год и спасибо увидимся не берите на себя больше риска чем можете позволить спасибо пока пока